Верховный Совет В том заседании участвовал и Владимир Рыляков. В то время депутат Верховного Совета, председатель Комитета по обороне, вспоминает, как принимали декларацию о независимости. Было принято решение чрезвычайно собрать сессию Верховного Совета, несмотря на опасную ситуацию, для рассмотрения внутриполитической ситуации в Молдавской ССР еще в тот период, ну и в частности, касающейся Приднестровья. На 20 часов было назначено заседание. Заседание проводили тайно, поздним вечером, ради безопасности. На многих депутатов Кишинев объявил охоту. После 19 августа ГКЧП началось гонение на депутатский корпус, на активистов, преднестровских депутатов Верховного Совета по МССР. Были захвачены целый ряд депутатов из Григорополя, из Бендер, Кираспальчан. Шесть человек было схвачено. Здесь и провели заседание не в Доме Советов, как обычно, а в подвальном помещении. В 90-х это был Кабинет гражданской обороны. На стенах до сих пор сохранились плакаты. Молдова в том же августе 91-го собиралась провозгласить свою независимость. Ранее, в июне 90-го, молдавский парламент принял декларацию о суверенитете. Признал незаконным образование МССР в 1940-м. Позже вышел из состава МССР. Фактически уже тогда Молдова отказалась от Приднестровья. Наша республика с сентября 90-го. Еще почти год оставалась в составе Союза. А в августе 91-го в Террасполе решили, надо принимать декларацию о независимости раньше Молдовы. Это еще одно юридическое подтверждение. Приднестровье – независимая страна. Начался парад, так сказать, суверенитетов. То есть мы уже понимали, да и многим это было понятно, что все идет к развалу Советского Союза. К прекращению или к развалу Великого Государства. Поэтому для того, чтобы как-то утвердиться, отстоять свои права, нам необходимо было заявить, продекларировать о своей независимости. То есть чтобы не было навязывания, да? Да, мы знали, что уже готовятся к провозглашению независимости Украина. И Молдова готовится. И вот уже на этой сессии было принято решение вклиниться в промежуток между датами 24-27. Сессия длилась несколько часов. Документ тщательно проверяли. В декларации описали основы государственности Приднестровья, в том числе принцип многонациональности. Была избрана группа разработчиков декларации. И в перерыве, в течение часа был разработан текст декларации о независимости, который единогласно был принят Верховным Советом. Молдова провозгласила независимость 27 августа 1991-го. Спустя два дня пути разошлись окончательно.